Ты думаешь, Америка это рай? Ты думаешь, только в Америке найдешь себя? Высокие зарплаты, забота о тебе, образование, работа, высокие пенсии, забота государства, все для тебя. Но так ли это на самом деле? Ребята, здрасте. Надо было минут на пять раньше начать снимать. Но тем не менее, смотрите, какая красота. Вот, еду я с пробитым баком. Там чуть-чуть капает. Это вы видели в прошлом репортаже. Кто не видел, зайдите, посмотрите. Что случилось, как я исправлял. В общем, теперь мне надо... Да нет, я доеду. Я доеду. Там вариантов, как говорится, никаких нет. Я доеду. Я закрепил этот кол очень хорошо. И струбциной там подпер. Струбцину... Струбцину держит резинка такая, как банджи такая, которой... Ну... Который ремни для страпы завязываешь, чтобы эти все концы не разлетелись. Ну вот. Так что струбцина не упадет, потому что я подумал, если еще струбцина соскочит, а она довольно длинная, и она упадет, то она может тоже воткнуться. Например, один конец падает, а другой конец втыкается в бак. И думаю, будет еще одна проблема. Ну, в общем, я там все качественно закрепил и еду. Решил, что эта пластмасса, которую я попытался там залить, она ничего не делает, она никак не помогает. Поэтому я через час, я приезжаю на трак-стоп. Я еще заправлюсь. Я там куплю новое мыло. То мыло я так под траком и забыл. Поэтому придется мне купить новый брусок мыла. И я этим мылом там вокруг этого кола, я это все качественно туда запихаю. Мыло, оно не растворяется соляркой. Вот. И оно, в общем-то, сдерживает. Я просто хочу сделать так, чтобы даже не капало. Ну, а вы пока вот смотрите на природу. Природа здесь классная. Природа здесь классная. Единственное, что вот если такое что-то случается, в Америке у меня где-то всегда неподалеку был какой-то населенный пункт. Ну, почти всегда. За исключением, конечно, момента, когда ты едешь от Албани до границы. Но там тоже есть населенные пункты. Там тоже есть. Может быть, я там бы особо, конечно, тоже бы ничего бы и не нашел. Никаких джанк-ярдов. Джанк-ярд это там, где хранятся какие-то разбитые грузовики. У них, конечно, всегда можно купить и бак. И бак можно купить. Вот это то, что мне надо. Потому что, как я сказал в прошлом репортаже, новый топливный бак. Их здесь нигде нет. Я узнавал и в Виннипеге. Они смотрели во всей, во всем регионе. В том числе и Калгари, Эдмонтон. И они не нашли. Они видят только в Америке. Там где-то два бака есть. Но в Америку я не поеду. И ждать этот бак, когда его привезут. Это где-то три недели, мне сказали. Поэтому мне надо либо залепить так, как я это сделал сейчас. И с такой протечкой. Ну, там капает. Доехать до Монреаля к своему механику. У него там есть. Есть бак. По крайней мере, я у него там видел грузовики. Тоже он их купил на детали, на запчасти. По-моему, там есть бак. В общем, в любом случае, Торонто, Монреаль. Это все гораздо проще можно найти, чем тот же самый Виннипег. Хотя в Виннипеге я нашел джанк-ярды. Попробую позвонить, узнать, если есть. Сколько стоит. Смогут ли они сами поменять. В общем, разберемся. Знаете, я сделал вывод, что обязательно... Да это вообще надо было всегда делать. Но знаете, понимаете, какой человек. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я хотел сказать о том, что каждый раз перед тем, как начинаешь ехать, Я теперь буду читать молитву, для того, чтобы все со мной было в порядке. А то как-то я подрасслабился. Когда-то я это делал. Но потом, к сожалению, перестал. А это... Это нехорошо. В конце концов, действительно, все в руках Божьих. И... Возможно, даже если бы я принял решение продолжать ехать в Виннипек с испорченными дворниками. Возможно, это было бы и правильное решение. Я бы тогда не пробил бы бак. Вот. В итоге потом как-то так распогодилось. И дворниками я и так не пользовался. Вот. Поэтому... Да. Ну, я не знаю. Хотя, с другой стороны, все, что не делается, все к лучшему. Кто его знает, может быть, если бы я поехал, то... Случилось бы еще что-нибудь хуже. Кстати, компания, где я работаю, вчера... Вернее, не где я работаю, а с кем я работаю. В общем, диспетчер мне сказал, что... Один из водителей... Там в компании есть только два водителя компании. Насколько я понял... Хотя я не уверен, если это водитель компании или онор-оперейтор. В общем, человек остановился где-то на дороге. Где он остановился, я не знаю. Но, в общем, он решил сбегать, купить кофе. И его сбила машина. Это... Вот это... Вот это вообще... Кошмар. Так что пробитый бак... Поломанные дворники... Насморк. Это все фигня. А вот то, что вот человека сбила машина... И он теперь на грани жизни и смерти... То есть, в моем представлении, если уже сбила машина, так уже лучше подохнуть сразу на месте. А если ты еще живой, но остался инвалидом... Я, например, такую жизнь бы себе не хотел. Мое заветное желание... Когда наступит моя смерть... Я не хотел бы, чтобы это было скоро. Но когда она наступит... Чтобы она была быстрой. Лучше всего во сне. А не инвалидность и мучение. Так что молиться обязательно надо. И это не только мне. Это каждому. Хотел вам сказать... Как я вам показал... Значит... Течь я ликвидировал. Позвонил... Своему... Молдавану... Механику в Монреале. А у него там есть какой-то грузовик. Он купил на запчасти. Говорю... У тебя там бак есть? Такой, как мне надо? Он говорит... Есть. Такого же размера. Все. Ну, отлично. Хотя, ребята... Давайте я разверну в другую сторону. Что на меня смотреть? Лучше смотрите, где я еду. Городок называется Thunder Bay, Ontario. Я тут уже вам когда-то показывал. В прошлый раз. Когда я ездил. По-моему, я это здесь снимал. Вот. Короче говоря... Договорился я, что он мне снимет тот бак. Вот. Проверит его, что там все в порядке. Потому что бывает в местах крепления, там, где подвешивается бак, бывает что-то там счесывается. В общем, все проверит. Вот. И мне поменяет. Так что с этим колышком и с мылом я планирую доехать не только до Виннипега, но еще и до Калгари и назад до Монреаля. И я хотел вам сказать вот что. Вот. Я вас уверяю, что ни один канадец ни хрена такого не починит. Потому что... Потому что... Вот я, например, сам не знал. Ну, колышек я вбил, это понятно. Это понятно. Но вот то, что мыло можно использовать для того, чтобы заткнуть абсолютно все. Вот это уже. Это многовековая мудрость российского народа. Благо я позвонил друзьям. Мне тут же посоветовали. Вот. Поэтому... Ну, вот так вот. Кого они хотят вообще победить? В случае чего? У нас колышками бензобаки ремонтируют, мылом законопатить можно. Все, что протекает. Поэтому я сделал так, что вообще не течет. Настроение у меня улучшилось. Прямо вот жизнь налаживается. Вот так вот, ребята. Находимся. Мы сейчас с вами проезжаем Риджайна, Регина. Это провинция Соскочеван. Мне до Калгари, в принципе, осталось всего-навсего 861 километр. Я сегодня... Это сегодня воскресенье. Десятое. Да, десятое число апреля. Я сегодня доезжаю. Вот. Завтра утром у меня будет первая разгрузка. Потом вторая. Третья. Ну, и я должен получить груз и поеду уже назад. Настроение у меня сегодня хорошее. Вот. Бак у меня не течет. Я еще доделал, доработал еще. То есть, я вам рассказывал про то, что я вырезал новый хороший колышек. Такой ровненький, чтобы там все ровненькое. Тот вытащил, новый забил. Вот. Мылом там все качественно заткнул. Вот. И оно не протекало. Но... Я приехал на заправку, проехал через лужу. Буквально. Это на заправке была лужа. Я проехал через лужу. И... Не быстро я проехал. Но, тем не менее, вода это все мыло... Растворила. И у меня опять начало капать. Поэтому я прямо на колонке заправочной я опять открыл боковушку, боковую панель под траком. Опять залез, опять запихал туда мыло. И начал думать, что же делать. Заправился. Думаю, надо как-то дело это все защитить от воды. Потому что мне из Калгари еще ехать назад в Монреаль. У меня уже договорено с моим механиком, что я меняю этот бак на другой. У него есть там... Он купил какой-то старый грузовик. Точно такой, как у меня. Вот. Там такие же баки. Он его купил на запчасти. Поэтому бак у него есть. И я договорился с ним. Он его снимет, посмотрит там, что все нормально с этим баком. И он мне его поставит. Так будет быстрее. Так будет быстрее. Понимаете? Очень много людей написало, что да, там можно аргоном заварить. Но это... Понимаете? Это в России есть умельцы, которые уже наловчились это делать. Здесь же особо... Ты иди, попробуй найди еще такого умельца, который тебе нормально заварит. Чтобы оно не взорвалось. Чтобы он сам там... Ну и вообще. Так как здесь за каждый час ты заплатишь приличные деньги, пока его снимут, пока его промоют, пока там то, сё. Короче, мне проще бэушный. Новый купить практически невозможно. Именно такой, как у меня. Это мне надо ждать, ну где-то месяц. Мне надо ждать. Я думаю, что их особо и не продают, потому что под ценом, которые дилер продает такие вещи, хрен с два все равно кто купит. Такие вещи гораздо выгоднее покупать на джанк-ярдах, там где есть какие-то траки, может в аварии были разбитые, и нормальные целые части, они их дербанят и продают по частям. Поэтому... Это будет раза в три, наверное, раза в три как минимум дешевле купить такой вот бак. Поэтому это то, что я решил. Поэтому мне надо... А, слушайте, ну я уже старенький, вы на меня особо там не обижайтесь. Я уже старенький. Я что сказал? В общем, надо мне как-то защитить моё мыло, чтобы оно не вытекало. Ну, я начал думать, зашёл на трак-стоп, я купил эбоксидку, которая очень хорошо клеит и металл, и дерево. А у меня там кол стоит. То есть мне надо и дерево, кол и металл, алюминий. В общем, я хорошо-хорошо заткнул этим мылом. И сверху я намазал эбоксидкой, как раз для того, чтобы она, эбоксидка, защитила моё мыло. Вот. Но вы знаете, там даже и к этому, и к металлу оно прилипло. То есть это хорошо, потому что если бы оно не прилипло, то всё равно влага бы попадала. И этому мылу всё равно в любом случае пришёл бы каюк. Поэтому вроде нормально. Вроде пока нормально работает. Так что настроение у меня улучшилось. Что ни говори, скоро я уже доеду. Осталось тут совсем чуть-чуть. Сброшу этот груз. Завтра, как я сказал, я буду разгружаться. Пока я там буду переезжать, я буду переезжать на Personal Convenient. Это как бы персональное использование. В общем, это то же самое, что ты не работаешь. Поэтому в понедельник я буду считаться, что я не работаю. У меня произойдёт, должно произойти 36 часов, чтобы, как сказать, чтобы заново началась рабочая неделя. То есть в неделю ты можешь работать 70 часов, чтобы эти 70 часов снова появились, для того, чтобы я мог доехать назад в Монреаль. Так что к пятнице, я думаю, что если всё будет нормально, если на обратном пути, господи, не дай бог, ничего не случится, то в пятницу я буду дома. Выехал я из Торонто в четверг, из Монреал я выехал в понедельник. Пока я доехал, в понедельник я был уже в Монреале. Во вторник я ремонтировал трейлер, крышу, она там протекала. Ой, мне надо ещё, мне надо ещё здесь в трейлере воздушную подушку поменять. Но это не моя ответственность. Я трейлер арендую, и те, у кого я этот трейлер арендую, они ответственны за ремонт. Поэтому, возможно, завтра, возможно, завтра ещё я и займусь починкой, починкой этого трейлера. Вот. Ну, на сейчас пока хватит. Я сейчас наговорил, я думаю, что я планирую, что в этот эфир, чтобы попало и Калгари. Так что, сколько у меня сейчас? А, у нас же здесь другое время. Значит, здесь сейчас полдень, но я приеду где-то в 9 часов. В 9 часов, наверное, уже будет темно. В общем, если что, продолжу снимать этот репортаж уже завтра. А вы не забывайте писать комментарии. Вот. Я теперь... Мне кажется, что на Ютубе что-то оно там умирает. То ли... То ли... Основная масса людей, которые у меня на канале, они привыкли к политике. А тема дальнобоя их не интересует. Ну, в общем, кого не интересует, ребят, вы отпишитесь. Потому что о политике я больше говорить не буду. Единственное, что я могу сказать, это вот часто меня спрашивают люди, как там мои родители. Я говорил, что мама и бабушка все это время продолжали находиться в Харькове. Но вот сейчас 10-е, 8-го числа. Утром они не выдержали, они уехали из города. Так что, в принципе, сейчас они в безопасности. И, короче, ситуация на Украине настолько сложная. Я, возможно, не совсем даже понимаю, что там происходит, как там происходит. Поэтому я не буду высказывать свое мнение. Это слишком такая тема. В общем, лучше буду я рассказывать то, о чем я точно знаю. И не буду влазить в дебри, которые мне неизвестны. Поэтому, кто интересуется таким форматом, смотрите. Кто не интересуется, ребята, отпишитесь. Я понимаю, наверное, далеко не всем интересна такая тема. Из тех, кто был на меня подписан. Естественно, придут другие люди, которым это все интересно. Вот, друзья, я недавно заполнил баки. Вы видите, что мне думать по этому поводу. Солярка просто на глазах уходит. На глазах. Когда видишь такую картину, может просто кондратьей хватить. Особенно зная, что полные баки солярки. Как вы видите, я еду. Вот, вы видите, я еду. Я продолжаю ехать. Солярка выходит, вытекает. Видите, скорость. Сейчас последняя капля. Последняя капля. Довольно трудно снимать, потому что тут солнце светит. Боковое солнце. Все. Все. Просто все. Едем на парах. Едем на парах. Единственное, что остается, только молиться. Молиться. И молить о чуде. Чудо должно произойти. Господи, помоги. Я уповаю на тебя. Я знаю, что ты силен и ты можешь помочь. Вот уже немножечко прибавилось. Сегодня мы наблюдаем с вами просто невероятные события. Что происходит раз в две, а может и в три, а может и в пять тысяч лет. Просто чудо. Едем. Видите, скорость есть. Время идет. Километраж. Километраж меняется. Соляра прибавляется. Много блогеров показывало вам чудеса. В основном так. Все трепется, трепется. А вот так, чтобы реальное чудо. Это редкость. Ехать мне еще 401 километр до Калгари. Не только вот благодаря чуду, на чудо уповаю. Проезжаем, кстати, вы не видите. Проезжаем город. Называется Medicine Head. Город, это, конечно, интересно. Но чудо каждый день вы не увидите. Вот как оно дошло до нуля, а потом прибавилось. Не, ну да, это, конечно, могут быть какие-то... Ты едешь с горки, ты поднимаешься на горку, там какие-то остатки солярки переливаются. То становится больше, то чуть-чуть меньше. Видите, она сейчас опять уходит. Я когда это увидел, просто меня схватил Кондратий. Просто схватил Кондратий. Кстати, вы знаете, кто такой Кондратий? Почему он всех хватает? Особенно меня в эту мою поездку. Все время хватает. То дворники не работают, моторчик сгорел, то топливный бак пробит. Видите, мы начали говорить о справедливости. Солярка пошла вверх. Видите как? Сейчас я отвлекусь на секундочку. Я вам покажу. Я сказал, мы проезжаем Медицин Хэт город. Видите, вот такой вот здесь Вигвам. Памятник Вигвам. Индейские боги Вальберти. Вальберти, понимаете, оно же как? Здесь же нефть. Это же место, где добывается нефть. Здесь нефть везде. Она везде. Она в этом. Она в воздухе. Она здесь просто везде. Видите, вот вам результат. Пожалуйста. Видите, горит лампочка low fuel, то есть мало топлива. Нефть здесь везде. Сейчас мне надо переключиться на другую передачу. Нефть здесь везде. грузовики просто засасывают солярку из этого, ну, из воздуха через фильтр, воздушный фильтр засасывают солярку. Видите, вот это то, что называется Albany. Поэтому здесь можно даже не заправляться. здесь добавляется соляра сама и соляра и бензин. Потому что Альберто это чудесное место. вы же видели, как бывают реки, которые текут снизу вверх. Аномалии такие. Вот видите, уже и low fuel знак ушел. Есть аномалии, где течет вода сверху, то есть снизу вверх. вот вы можете оставить машину в низине как бы у подножья горы. А потом происходит сейчас видите, мы остановились на перекрестке. Я все снимаю одним кадром. Снимаю одним кадром. Останавливайте машину у подножья горы выходите и она сама катится вверх. Видите? Такие вот чудеса творятся в Альберте. Если мы достаточно долго подождем, может и пол бака насосет. Да, в любом случае ты едешь, а топливо все время прибавляется и прибавляется. вот такой вот чудесный край Канада и Альберта. Видите, это не фейк. Вы можете наблюдать часы. Вот видите, по центру есть на экранчике часы 19-25. Там есть километраж ниже. вы все это время видели, что километраж также меняется. То есть увеличивается. Увеличивается километраж и увеличивается уровень соляры. Вот это вот Альберта. Вот как здесь не уверовать, а? Вот вы говорите там тремя рыбами накормил людей, там тысячи людей. Христос ходил по воде, превратил воду в вино. А в Альберте во время езды а слушайте, наверное, это новые технологии. дозаправка. Есть же дозаправка самолета в воздухе. Наверное, у меня новая технология дозаправка траков пути. Вот прямо вот рядом едет. Давайте глянем, может у нас рядом действительно едет какой-то заправщик. вот с одной стороны, с другой стороны. Нету, нету заправщика. Это просто чудо. Чудо чудесное. если бы я сам не увидел своими глазами, как это происходит, я бы никогда бы не поверил. особенно представьте, что это чудо у меня произошло как раз в тот момент, что я знаю, у меня пробит бак. У меня пробит бак и заткнуто, как правильно я сказал по-русски, заткнуто деревянным чопиком. Вокруг чопика заткнуто мылом, а потом сверху я еще намазал ибоксидку для того, чтобы это все не вытекало. Ну, мыло, мало ли, там дождь пойдет. Во время движения мыло растворится и опять начнет капать. и вот так вот я еду и происходят такие чудеса. Да тут можно тут можно рехнуться просто. Таких репортажей я еще не делал. Ладно, ребята, интрига интрига, конечно, дело хорошее. Но на самом деле у меня практически полные баки. У меня просто сломалось показатель вот этот датчик то ли поплавок. Я не знаю, я, конечно, этот чопик засунул и там довольно длинный кусок деревяхи внутри бака. Честно, не знаю, как устроен бак и как там внутри работает работает этот поплавок, то ли из-за этой палки там за что-то цепляется, но палка на самом дне. Я не знаю. Ну, в общем, если говорить теперь серьезно, то я ехал, разговаривал по телефону и потом я когда посмотрел, я чуть не родил. я думал, я думал, блин, я думал, я орошаю тут уже своей соляркой всю Альберту. Я думаю, ну все, это конец, это фиаско. Выскочил, начал смотреть, где оно течет. Оказывается, ничего не течет. И моя вот эта вот заплатка очень даже хорошо работает. Так, ну давай уже, давай. Моя заплатка очень хорошо работает. Кол этот или, как вы называете, чопик, вот, мыло и бокситка сверху держит намертво. Я лихорадочно начал смотреть, а где ж тогда течет. Я брюхом залез под трак. Я начал лазить, я начал смотреть, ломать голову, смотрел уже и в сторону двигателя. Везде. нету, нигде не течет. Открываю, открываю этот самый бак и смотрю, что у меня солярки практически под пробочку. А я же знаю, что я вот буквально недавно заправился. Думаю, твою мать, на две штуки соляра вылилось. Думаю, вообще пипец, если не сказать, это же слово только с буквой зе. Вот. Ну, видите, вот у нас еще больше становится солярки. Короче говоря, если что-то должно сломаться, то ломается все. Все и сразу. Хорошо у меня нервная система нормальная. О, тормозием, тормозием. Хорошо нервная система нормальная. А так действительно можно чокнуться. Так что, ребята, все в порядке, не переживайте. Заделана дырка капитально. Приеду, поменяю баки. Конечно, с деревях я не буду ездить. Есть, конечно, и люди, которые с такими деревяхами в мозгу находятся, эти деревяхи, они живут и ничего. Да, есть, конечно, люди, которые живут совсем без мозга. Это им не мешает. Но я не буду ездить с деревях в своем баке. Поэтому надеюсь, я вас повеселил. Всем добра. С уважением к вам. БН. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok